Владимир Дружинин. Кто сказал, что я убит? С Демидом Игнатьевичем Новиковым я познакомился при обстоятельствах необычных. Ведут нарушителя, сказал начальник заставы, опуская трубку телефона. Нарушителя? Вот удача! Мне очень хотелось увидеть живого нарушителя. Я мечтал об этом, собираясь сюда, на южную границу. Но странно, лицо у начальника заставы совсем не веселое, скорее смущенное. Почему? Ведь поимка нарушителя – большое радостное событие. А тут? Для вас, товарищ корреспондент, ничего интересного нет, нехотя произнес начальник. Не понимаю. Впрочем, сами посмотрите. Он махнул рукой и вышел. Я сидел в канцелярии заставы, смотрел в окно, намокнущий под дождем грузовик, разглядывал карту участка заставы, висящую на стене. Листал старый журнал и терялся в догадках. Появился старшина с бетоном и начал заправлять лампы. Я спросил его, скоро ли приведут нарушителя. Старшина фыркнул и чуть не пролил керосин. Темнело. Я прилег на диване и задремал. Очнулся я от грохота каблуков. Тот дежурный сержант сбежал с веранды навстречу кому-то. Вскоре в комнате стало шумно, тесно. Тусклый свет лампы затянуло табачным дымом. В центре группы офицеров стоял худощавый человек в ватнике и высоких поражевых сапогах. Ну, кто сказал, что я убит, донеслось до меня. С этими словами незнакомец постучал об полпалкой и усмехнулся. За моей спиной громко задышал старшина и проговорил. Поговорка у него такая. Я оглянулся. Старшина глядел на диковинного пришельца жадностью, с восторгом. «Товарищ корреспондент», — сказал начальник заставы, — «познакомьтесь с нарушителем». Я онемел, а незнакомец крепко, отрывисто пожал мне руку. Задорные искры прыгали в его голубых глазах. Нарушитель кивнул он. «Правильно, меня знаете, где надо было задерживать?» Он поднял палку и оппер острый конец в карту. «Вот где!» «А они меня сюда пропустили, чуть ли не к самой заставе. Эх, Василий Романович!» Обратился он к начальнику, седоусиму капитану. «Как же так? Кабанию лощину без прикрытия оставил?» «Виноват, товарищ подполковник, виноват». «А наряд правильно действовал», — продолжал тот. «Хорошо меня задержали. Красиво. Надо солдатам поощрение дать. Хоть и липовый нарушитель, но все-таки». Опять он усмехнулся, и лицо его с угловатыми чертами резко вдруг похорошело. «Слушаю», — сказал капитан. «Так в чем дело? Подполковник проверял охрану границы?» «Никакого нарушителя?» «Значит, нет, жаль. Но зато случай, кажется, свел меня с интересным человеком. В тот вечер на заставе только о нем и говорили. Обычно на такую проверку посылают офицеры помоложе и званием пониже. А Новиков верно вызвался сам. Несколько дней бродил по лесам в дождь, в холод, отчаянная голова. Я узнал также, что служит Новиков в штабе округа, что имя его — Демит. Часто пилоделы переделывают его на динамит. Весь вечер я преследовал его с блокнотом на готове. Новиков то уединялся с начальником заставы, то беседовал с солдатами. Настиг я его только перед сном. Он сидел на койке и с упоением копался в сжигалке. «Страх, люблю это занятие!» — сказал он. «У вас нет?» «Я у всех принимаю в починку». «Ага, попался!» Он вытащил крохотное колесико и бережно положил на столик. «Я много слышал о вас!» — начал я. «У нас в округе есть настоящие герои, а я...» «Вот слесарь из меня вышел бы отличный!» «Кабы не война!» «Что вы нашли интересного в моей особе?» «М?» «Такой ответ смутил меня!» «Например, поговорка ваша!» — сказал я несмело. «Откуда она?» «Кто сказал, что я убит?» — засмеялся он. «Ну ладно, об этом расскажу, коли вам так нужно!» «Я сам принимался писать. «Да нет, сухо получается, скучно!» «Могу показать вам свои записи!» «Впрочем, ни к чему!» «Лучше на словах!» «То, что рассказал мне Диамит Игнатьевич, я теперь передаю читателю». «Был второй год войны. На участке нашего отряда появилась банда. Человека четыре или пять. Преступники, бежавшие из мест заключения, либо скрывавшиеся от суда. И дезертиры. Ох! И задала нам жару эта проклятая банда. В жизни не приходилось мне столько ходить пешком и лазить по кручим. Альпинистом стал. Но похвастаться успехом мы не могли. Бандиты увертывались. Из округа, что не день грозной шифровки. Торопят нас. Требуют мобилизовать актив в колхозах. Бросить все силы. «Плохо! Плохо идут у нас дела!» Сказал мне однажды полковник Берестов, начальник отряда. «Как ты считаешь, а?» Берестов обращался со мной по-отечески. Низенький, седой, не расстававшийся с Боркой. Он брал ее с собой даже в машину. Полковник принадлежит к старшему поколению советских пограничников. Которая побывала под огнем босмачей, билась в уссурийской тайге с японцами. «Есть у меня план!» «Демид», — сказал он. «Не уверен, можно ли тебе поручить?» «Признаться быть в стороне я не привык. Обыкновенно самые сложные задания как раз доставались на мою долю. А тут...» «Обиделся», — отозвался он. «Зря!» «План убереста был такой. Подослать к шайке еще одного бандита. Мнимого. «Но отчего же я-то лишний?» «Оказывается, вся беда в том, что я служу в отряде давно. Меня знают». «Зажми уши, — Демид», — улыбнулся он. «Хвалить тебя буду, — Коля не понял. Ты бы лучше всех подошел. Шайка непростая. Действовать надо тонко. Да ведь рискованно тебя посылать, именно тебя. Ведь на нашем участке враг за каждой хитростью Новикова чует». «Если так говорю, то покуда я жив...» «Я не кончил, потому что меня осенила новая мысль». «А что, если нет Новикова, если я убит?» Берестов засмеялся и спросил, «Как я это себе представляю?» «Ничего готового у меня не было. Я сочинял на ходу. Полковник сперва морщился, потом стал поправлять меня и загорелся сам». «А ведь такой случай был. Америку ты не открыл, не думай. В Кушке, в двадцать восьмом, нет, в двадцать девятом году». «Так разрешите, оживился я?» «Погоди, ничего пока не разрешаю. Дело серьезное, надо поразмыслить». В тот же вечер он принял мое предложение. Дней десять я провел на заставе. У меня отрастала борода. Я изучал свою роль. Потом я двинулся в лес. В условленном квадрате меня отыскали наши люди. Я сделал несколько выстрелов из ревервера. Эхо повторило их и разбросало по грамм. Одного солдата забинтовали. Уложили на носилки. Теперь вы знаете, кто сказал, что я убит. Слух о моей смерти распространился быстро». Многим рассказывал Селим. «Вы видели его?» «На пути сюда, к заставе, вы, без сомнения, остановили машину водопада. Полюбовались на него и зашли в Чайхану. Так ведь?» «Значит, вы запомнили Селима. Каждого посетителя он встречает с шуткой или каким-либо сообщением из местной жизни. В том, что я убит, сомнений у него не было. Мимо самых окон Чайханы пронесли неподвижное тело, накрытое плащ-палаткой. Селим выбежал из-за стойки и ему сказать капитан Новиков. «Сами понимаете, новость незаурядная. Селим ухватил ее на неделю, если и не больше. С утра до вечера он, не переставая, жалел меня. Вроде как жестока судьба капитана-то. В скольких переделках был на границе, а тот погиб от пулю бандита. Теперь я, стало быть, жив только для тех, кто назначен мне для связи. И еще для небольшого числа лиц. Для всех остальных Новиков убит. Убит в стычке с бандитами. А я Трофимов, бывший продавец универмага, растратчик, удравший от суда. На мне куртка полувоенная лопокроя, старая железнодорожная фуражка без кокарды, вещевом мешке ватник, консервы, сухари и карта. Сейчас вам все ясно? Так ведь? Но, может быть, вы хотите спросить, неужели нет более простого способа расправиться с кучкой уголовников? Такие сомнения высказывались на совещании у полковника. Есть люди, которые считаются всего непривычного. Между тем, полковник очень хорошо доказал это офицерам. Нам противостоит непростая шайка воров. Движет ею чья-то опытная рука. Лучшие наши собаки плохо брали след. А то и совсем не брали. За кордоном то и дело раздавались странные, регулярно повторяющиеся выстрелы. Похоже, там ждали кого-то с нашей стороны. Указывали направление. Вообще многое намекало на то, что шайка намерена прорваться за границу. Вскоре ко мне присоединился лейтенант Корочка. Долговязый, нескладный, в своем рыжем форсистом полупальто, слишком широком. В плечах широкий такой. Тощую шею его обматывал пестрый щегольской шарф. Теперь Корочка беглый растрачек. Фальковский, бывший продавец сельпо. Как сейчас помню, шалаш в глубине леса, сложенный наспех, на одну ночь, из веток вяза, чинара, дикого граната, мы сидим по-восточному, скрестив ноги. Так как размеры шалаша не позволяют их вытянуть. Перед нами развернутая карта. Устатый жук ползет по ней, пересекая коричневые хребты и зеленые сгустки между ними, обозначающие лес. Лес, лес, лес. Только три кружочка, три маленьких селения в этом обширном зеленом царстве. Единственная дорога соединяет их и тянется на север, к районному центру Хоппи. Холод и сырость лезут в рукава. — Заворот, я достаю из вещевого мешка фляжку, выпьем за умных мужиков, — объявляет дур корочка. И, ухмыляясь, глядит стаканчик. — Это кто же такие? — спросил я. — Мы, — молвил он и осушил стаканчик. — Надо думать, мы диамид. Отвечал он на последний вопрос всегда по-разному и часто с юмором. Таков был ритуал тоста, перенятого корочкой от кого-то из старших. Он был молод и старался походить на старых рубак. После обжигающего глотка он раскашлился, но предложил выпить еще по одной. — Отставить, — сказал я строго. Вот если бы жидкость в алюминиевой фляжке не туманила рассудок, а напротив, собрала бы воедино взбодораженные мысли, изобрести бы такой эликсир, надвигались сумерки, лес вздыхал, дышал смутной угрозой. А что, если наша хитрость разгадана врагом? Нас выслеживают, мы попадем в ловушку. Костер разводить не полагалось. Нас окутывала ночь, непроглядная, какая бывает только на юге. Сон не приходил. Мы лежали и рисовали себе снова и снова нашу встречу с бандой. Потом речь зашла о другом. О табакерке Наполеона. Собственно, табакерку эту разыскивала милиция так же, как и другие предметы драгоценной коллекции, увезенной из блокированного врагом Ленинграда. Но ему были в курсе дела. В середине был богач Лызлов, сколотивший состояние путем банковских спекуляций. У него была еще одна страсть. Он собирал ценные предметы, принадлежавшие знаменитым людям. Он раздобыл золотую подкову, которую будто бы носил конь польского самодура князя Радзивила. Купил где-то древнего китайского башка из нефрита, стоявшего на столе у поэта Державина. Золотое, усеянное бриллиантами перо, по слухам подаренное Ломоносову императрице Елизаветой. Особенно много было у Лызлова табакерок. Из одной золотой, усеянной бриллиантами, нюхал табак прусский король Фридрих Великий. Другую носил с собой в походе на Россию Наполеон. Она досталась русским партизанам, едва не захватившим в плен самого завоевателя. В коллекции Лызлова было много очень дорогих уникальных вещей, памятников старины, шедевров искусства. Например, серебряные настольные часы с движущимися фигурами рыцарей, изготовленные в XVIII веке в Париже выдающимся французским мастером и отбивавшие время в спальне королевы Марии Антуанетты. Однако табакерка Наполеона как-то сразу запомнилась всем и в милиции, и у нас в отряде. Поэтому коллекцию так и называли, для краткости, табакерка Наполеона. Потомок Лызлова продал всю коллекцию за мешок муки и дал знать Ленсовету, ведь подобные сокровища находятся на государственном учете. Вывозить их за границу нельзя. Между тем, многие предметы, скупленные в осажденном городе за буханку хлеба, за кусок мыла, направлялись сюда, к южной границе. Здесь, в наших горных местах, потерялся и след табакерки Наполеона. — А что, товарищ капитан, — мечтательно произнес корочка. — Может, нам она как раз и попадет в руки-то? — Гадать не будем, — сказал я. — Хватит разговаривать. Спать. Минул день. Еще день. Мы двигаемся на север. Навстречу шайки. Мы лазаем по буаракам, по скалам. Руки наши в кровь разобраны. Тещиным языком так прозвали солдаты это растение. С мясистыми блестящими листьями у корочки раздуто лицо. На него налетели дикие пчелы. Тем лучше. Посмеивается он и морщится от боли. Продолжаю изменять свою внешность. На карте этот район — широкая впадина между цепями гор, закрашенная в зеленый цвет леса, прошивая тонкими стежками речек. Для бандитов край на редкость удобный. Проселочная дорога, ведущая от границы к районному центру Хоппи, соединяет три деревни. Только эти три кружочка и видны на огромном пространстве. Позади нас прочесывают чащу поисковые группы. Они преграждают подступу к кордону. Мы оторвались от них. Ушли далеко, вглубь джунглей. Однажды мы набрели наслед леопарда, вдавленный в глинистую осыпь. А ночам, совсем близко от шалаша, плакали шакалы. Нам грозили звери, змеи, камнепады в ущельях, но больше всего мучило нас нетерпение. Казалось, следующий день обязательно принесет важные перемены. А вместо этого, те же подъемы, падения горной тропы, безлюдие, нарушаемое изредка через день, тайной, очень короткой встречей со своими. Для связи с нами полковник выделил специальную группу с радистом-сержантом Комовым. Командиром назначил капитана Царева. Немало он мне крови попил, испортил, этот Царев. Всем своим видом он давал понять, что не очень-то верит в мою затею. Вот наряды на рубеже, люди в поиске, те заняты делом, не в пример нам с корочкой. Между нами офицерами, говорил Царев, Берестов воспитанник старой школы, лихой наездник. Ему импонируют подобные трюки. При этом он по обыкновению сплетал пальцы, сохранившие даже в лесу холеную белизну. Тон у Царева был снесредительным. «Указания для нас есть?» — сухо спрашивал я, чтобы не выпаливать дерзость. «Следовать по маршруту, не прекращать связи, пока себя не обнаруживать», — слышал я. Наконец Царев сообщил мне приказ полковника переходить к активным действиям. В сумерках мы вышли на дорогу. Ночь провели под густой чинарой. Утром выбрали пункт для обзора на бугорке в кустах. Теперь не зевать. Штаб округа раздобыл для нас фотографии троих и шайки. Мы поглядели на них еще раз и сожгли. Только бы узнать. У всех троих в ближайших селениях родственники. Бандиты, скорее всего, где-то здесь. Расчет оправдался. На следующий день, часов около двенадцати, на проселке показался прохожий. Он шел медленно, оглядываясь по сторонам. Лицо его затенял. И я не сразу различил рыжие усы и оплывшие нездоровой красноты щеки. На плече он нес веревку. В руке была дагра, тяжелый кривой нож, на длинной рукоятке, не дать не взять колхозник, а отправившийся в лес нарубить кольев. Мы знали, кто перед нами. Муса Арджиев, беглый уголовник, не раз осужденный. Я толкнул корочку. Мы вылезли из кустов и двинулись навстречу. Сказать, что мы сохраняли хладнокровие, я не решусь. Свою роль мы выучили на зубок и до мельчайших подробностей представляли себе, как мы будем грабить грабителя. Но голос у меня все же дрогнул, когда я наставил на него пистолет и крикнул. А ну-ка! Обожди, стой! Что тебе? Откликнулся он небрежно и только немного замедлил шаг. Стой! Гаркнул я. Э-э-э! Зачем кричишь? Ответил он. Что нужно? Деньги? Смотри! Он не спеша вывернул карманы брюк и потряс. Во взгляде его не было ни страха, ни удивления. Документы потребовал я, наступая. На! Возьми! Пожалуйста! И он достал из своего пиджака паспорт. Корочку раскрыл. Паспорт на чужое имя. Без отметки. Обязательный в пограничной полосе. Ладно, иди, сказал я. Да не болтай никому про нас, понял? А то пожалеешь. И эти слова входили в мою роль. Заученный текст на этом кончался. Дальше все зависело от того, как поведет себя бандит. Если не раскроет себя, не пожелает знакомиться с нами, следить за ним и таким образом достигнуть логова шайки. «Болтать?» Услышал я. «Да чего болтать?» «Сам такой же, как вы!» «Как-то лучше», — вырвалось у корочки. Мы быстро договорились. Муса отвел нас в чащу, в ложбину, заросшую папоротником. И велел ждать. Командор, так Муса называл вожака шайки, знает про нас и пришлет за нами людей. Ждать пришлось недолго. Явились двое, пожилой и молодой, русские. Остановились поодаль, потоптались. Бородатый наконец кивнул и прогласил. «Они!» Некоторое время оба молчали, переступая с ноги на ногу. Я поднялся. «Вы от командора?» «Истинно», — ответил бородач, — «можете не сомневаться». «Молокана?» — сказал корочка. «Село тут есть недалеко. Они чеснок разводят. Вот этакие головки, чуть низ кулак. От волнения мне тоже хотелось говорить. А посланцы командора, как назло, медлили. «Молокане, мы, истинно», — кивал пожилой, — «простите нас, должны мы вас руки связать». «У вас и вам. Приказано так». Мы переглянулись. Корочка ежился. Я первый дал согласие. Другого выхода ведь нет. Они деловито старательно скрутили нам руки за спиной, и мы пошли. Пересекли дорогу и углубились в лес, в направлении на юг. «Значит, шайка передвинулась еще ближе к границе», — подумал я. «Идти было трудно. Веревки врезались в запястья, а путь оказался длинным». «Скоро?» — спрашивали мы наших конвойных. «Близко», — отвечал младший. Бородач, шагавший впереди, только оглядывался на нас и поправлял ремень охотничьего ружья. По пути выяснилось, старого зовут Анисимом, младшего — Кишкой. Солнце коснулось гребня горы, а мы все шли. Анисим все чаще объявлял передышки. Я заметил, походка его делалась менее уверенной. Однажды он кружил по поляне, высматривая дуплистый дуб. Не нашел его и стал сетовать. Уж не заблудились ли мы? «Этого еще не хватало. Друзья», — сказал я, — «у меня есть карта. Может пригодится, а?» «Тебе, друг, ведаешь кто?» — произнес Анисим. Я почувствовал в его голосе откровенную злость. «Кто?» — спросил я. Они припали к карте, заговорили шепотом, и вдруг ноготь Анисима пополз прямо на юг. «Границы. Странно. Неужели шайка там?» Командор проскользнул мимо наших постов и разъездов и ждет нас у самого рубежа. «Не верится. Это противоречило всему, что нам было известно о ходе поиска. Ловок же ваш, командор», — заметил я. «Пускай нечистый возьмет командора», — отрезал Анисим. «Но мы все еще не понимали, в чем дело. Даже не подозревали, пока собственными ушами не услышали, как Тишка, свалившись на кочку, протянул. Обезноженный я, дядя Анисим, до заставы все равно не успеть сегодня». «До заставы?» Первая моей мыслью была, Муса угодил колхозникам, помогающим нам в поиске. Рассказал про нас. «И конвойные наши не имеют с бандой ничего общего». С трудом мы вытягивали из Анисима слова. Он бросал нам их отрывисто, нехотя, и при этом угрожающе помахивал ружьем, снятым с плеча. «Мы задержаны. Нас всю ночь будут караулить и не миновать нам заряда картечи, коли мы вздумаем бежать, а утром нас поведут на заставу». «Потому вы душегубы», — раздельно произнес Анисим. «Пограничника порешили». «Офицера?» — вставил Тишка. «Ай, не вы капитана Новикова убили?» — рассердился тот. «Вы лупили глаза-то, а?» «Мы не могли не рассмеяться. Так неожиданно это прозвучало. Нет. Сколько мы не пытались предугадать события, такой оборот почему-то не приходил на ум. Но что, если все это проверка? И, пожалуй, мы выдали себя смехом. Я тревожно посмотрел на корочку, он оборвал смех, подался ко мне и шепнул. Анисима я видел в прошлом году в Белом Ключе. Но не шушокаться, и бородач замахнулся на нас прикладом». «Я говорю», — сказал Корочка, «я вас видел, дядя Анисим. Не помните? Лейтенант приезжал к вам из отряда, собрание проводил перед ноябрьским праздником. «Был лейтенант», — отозвался Тишка. «Фамилия такая чудная, пирожок никак, корочка. Вот-вот, хе-хе-хе, корочка. Хотя бы и каравай целый», — вмешался Анисим. «Ну, был лейтенант. И что? Что с того? Оставалось прекратить игру, назвать себя». Анисим недоверчиво усмехнулся, но все же позволил Тишке развязать корочки руки. А он приложил ладонь к подбородку, прикрыл бороду. Тишка разинул рот, берданка Анисима, наведенная на корочку, дрогнула. «Ей-богу, он!» — пробормотал Тишка. А это? И корочка указал на меня. «Капитан Новиков, ничуть не убитый». «Кто сказал, что я убит?» — спросил я, смеясь. С того вот момента и пристала ко мне эта поговорка. По знаку старшего Тишка кинулся освобождать мне руки. «Ну что это? Наши провожатые как будто и не рады. Правда, похвастаться поимкой преступников им не придется. Но это ли их огорчает?» «Как и быть теперь?» — вздохнул Анисим. «Вот те и попрощались с командором». «Так вы, — начал я, — от командора за вами присланы!» — бросил он с досадой. И я инстинктивно схватился за пистолет. «Стреляй, стреляй!» — промолвил Анисим упавшим голосом. «Все равно уж стреляй!» «Так что же это происходит?» «От командора?» «Они не из колхоза сейчас, из банды!» «Как же мы так сразу и доверились!» «Хотя они ведь хотели выдать нас пограничникам!» «Стало быть, они все-таки наши союзники!» И Анисим, понуро опустивший лохматую голову, и Тишка, оторопела, уставившаяся на нас, тут Анисим заговорил опять. «И вам легко будет представить, с какой жадностью мы слушали его, ибо он в этом, я положительно убедился, открывал нам свою душу. Ему пятьдесят!» «Будь он помоложе, тогда все пошло бы по-другому. Когда началась война, он не получил повестки из военкомата и явился сам, попросился на фронт. Малаканская вера не мешала ему. Нет, ведь он прежде всего русский человек, и Гитлера так бы и задушил. Ему отказали. Он упрашивал. Вспомнил прошлое. Как в двадцатом году партизанил, сражался с интервентами, разложил перед военкомом старые пожелтевшие бумажки. Не помогло. Анисим вернулся в село, но через месяц наведался к военкому снова. И снова отказ. Ходило раза четыре. Наконец военком распорядился оформить повестку на призыв. Но не на фронт, в рабочий батальон. Прослужила там с неделю, и не вытерпела сердце. Меня, партизана, землю копать. Сбежал. Что-то беспомощное, детское, внезапно пробилось в широком, обветренном, оброшен жесткими волосами лице Анисима. Новыми глазами смотрели и мы на него. Перед нами открывалась нелегкая судьба, непутевого, не совсем еще понятного нам, но в основе своей неплохого человека. Да, он сбежал. Правда, он тотчас же принес покаяние военкому, тому самому формалисту-военкому. А Анисим говорил о нем с ненавистью. И это чувство, признаться, передалось и мне. Военком пришел в ужас. Самовольная отлучка, сейчас же обратно в батальон. Но Анисим уперся. Копать землю, таскать бревна, когда другие на фронте, ни за что. Военком пригрозил трибуналом. А Анисим грохнул по письменному столу кулаком и ушел. Домой. А потом в лес. Лютость накатила, сам себя не помнил. Ладно, думаю, коли не нужен я в лесу, мне и жить, как медведю, самому по себе. Тут, в лесу, и прибила Анисима к шайке. Ему бы исправить свою вину, оправдаться перед советской властью. А он еще грех взял на себя. И вот, когда вожак велел ему итишки идти за нами, счастливый случай, как будто подвернулся сам. Посулил то, что желалось. С шайкой, с командором расстаться, сдать нас на заставу, заслужить прощения. Так они и решили, идя за нами. Анн вот как повернулась. Не разбери, поймешь, кто кого ведет, кому отвечать теперь, ответ держать. Говорил он глухо, хрипло. А на лице его было все то же выражение детской беспомощности, так не вязавшееся со всем его обликом. А он, спросил я, показав натяжку, и он дезертировал, и он. Анисим отшатнулся, словно его толкнули. Верно сказали, и он так же. Иной стати. А такой же дурак, из-за религии. Пресвитер ему башку задурил. Не убей, а семья у него, молоканская, новоселы. А вот прилипло, свежего-то, говорят, клуб больнее кусает. А по пути, по сути своей, трус он, и все. Не трусь я, дядя Анисим, упрямо возразил Тишка. Молчи, доигрался, зыкнул на него старший. Поспешил на тот свет. Малерщик, хе-хе. Мы с корочкой обернулись к Тишке. Не Анисим, а он, молодой парень, комсомольского возраста, оказался в плену пресвитера. Ломались не только наши планы и расчеты, рушились и привыкли. Я хоть и был опытнее корочки, но еще мало знал жизнь. Все неожиданно в нашем необыкновенном походе было. В самом деле, кто кого ведет теперь и куда? Некоторое время обе стороны искали ответы на эти вопросы, и наступило неловкое молчание. Что же, сдать их нашим? Мне стало жаленесимо, но, конечно, не только это удерживало меня. Сдадим. А дальше как быть? Где искать банду? Командора? Начать все сначала теперь будет труднее. Командор обеспокоен долгим отсутствием своих посланцев и, возможно, заподозрит ловушку. Корочка безмолвно признавал мое главенство. Он смотрел на меня, жевал травинку и ждал. Анисим то погружался в оцепенение, то опять принимался говорить бессвязно, натуго. по отдельным словам я улавливал, что творится с ним. Очень. Он понимал, путь в рабочий отряд для него закрыт. Туда можно было раньше, сразу после отлучки, когда батальон только формировался в Хопе, а теперь его и след простыл. Командору? Нет. Анисим и мысли не допускал, чтобы встретиться с командором. Формозон первейший. До этого еще мало. А еще что? спросил я, думая о своем, складывая решение. С кем я столкнулся? Эх! И Анисим хлопнул себя по заплатанным коленям. Собрался фашистов бить, а вместо того тюрьма по ним давно плачет, по всем, а у командора пузырек заграничный, не по-нашему на нем. Сапоги смазывать, нюх отбивать, значит, собакам откуда? Человек к нам один приходил ночью, так от него что за человек? Какого роду племени?